Совсем недавно я выложил вот этот ролик о том, что 4G LTE интернет в моем телефоне практически был идентичен Wi-Fi у меня дома, при том, что пакет у меня достаточно большой, ну как бы 120 мегабит в секунду. После этого поступило очень много, много рекомендаций, много моментов, советов. Большое всем огромное спасибо. Отдельное спасибо Игорю Королькову вот за эту инструкцию. Эта инструкция будет под этим видео внизу в описании. И второе большое особенное спасибо, всем большое спасибо, но особенно вот Игорю и Артуру Белову. Значит, Артур посоветовал перейти на 5 ГГц, если позволяет этот самый, позволяет сам роутер Wi-Fi, то есть роутер, если он позволяет перейти, то он советует. Что значит в инструкции Игоря, вот этой вот подробной, есть второй пункт установить на телефон у меня Android, установить Wi-Fi аналайзер. Вот такое приложение, оно очень простое. Сейчас я покажу, как это работает. Первым делом я скачал вот эту программу Wi-Fi аналайзер. Вот она, она простая, без всяких настройок, просто скачал и запускаешь, вот она сразу выдает тебе результат. Значит, на 2,4 ГГц, по-моему, да, на 2,4 ГГц, вот у нас такая толпа, вот действительно, вы оказались, ребята, правая толпа есть, вот, ну, какой канал не займи, везде много. Вот это то, что творится на 2,4 ГГц. Просто понятно, что сигнал пробивается сложно, или там шумы, или как это происходит. Переходим на 5 ГГц. Вот. Вот, в принципе, и все. Вот это, ну, там, чуть шире диапазон, ну, не диапазон, а просто пару вкладочек есть, и какой-то вот из этих, это, по-моему, мой интернет. Да, вот, самый последний. То есть, на моем канале еще всего один. И то он как-то не всегда, вот его давно не было, этого роутера, этого сигнала. Вот. Так что, вот, полезная программа, поэтому я перешел на 5 ГГц. После этого, когда я посмотрел на ситуацию, действительно, на 2,4, ну, вы видите, какая картинка. Очень плачевная. Каналы все перегружены. Ну, как, для моих глаз, да. Хочу уточнить, я реально не просто ламер, да. Вот я, у меня, каждый раз, когда я лез в какие-то настройки Windows, Linux, и даже вот Wi-Fi раньше, у меня всегда все ломалось. Я потом просил кого-то за мной поприбирать. В этом случае, по этой инструкции, у меня получилось все из первого раза. Вот делюсь результатами. Значит, первый раз, когда я снимал ролик, вот у меня результаты. На вот это получение, это передача. Передача, я скажу сразу. Вот, после всех танцев с бубном, после всех событий, ничего не поменялось. Как было 9, вот выше 10, оно никак не шло. Вот 10 и все. На 5 ГГц, на самом чистом канале, да. Даже на телефоне, вот это мой телефон выдает LTE. Вот такой, по Wi-Fi мне выдает такие результаты. После того, как я поменял просто более чистенький канал, взял на 2,4 ГГц, у меня появилась скорость вот такая, 84 почти. То есть, ну, не на 20, но выше, да, уже лучше. Но, когда я перешел на 5 ГГц, переключил Wi-Fi роутер мой на 5 ГГц, вот такая у меня получилась скорость. То есть, два раза тестировал, два раза она не менялась. То есть, передача оставалась, выход оставался такой же при всех условиях, да. Вход почти достиг 120, чему я несказанно рад. Мало того, раньше вот в этой ситуации, стартовой, когда все было по умолчанию, в детской, которая достаточно далеко, да, от роутера, мы не могли смотреть мультики по Wi-Fi, на ноутбуке. Ну, просто вот не могли. Всегда он не долетал. Сейчас мы спокойно смотрим. Я не могу сказать, что он там летает прямо в интернет, но уже стало лучше мультики. Мы спокойно там смотрим. Значит, что мы сделали? Мы зашли в админку. То есть, зашли в, как написал Игорь в инструкции, ввели адрес, вот этот вот я ввел. Сейчас покажу. И вот админка именно самого роутера. Админ. Пароль админ. Ну, я уже, у меня помененный. По умолчанию он админ. Вот, зашли мы в админ, вот эту настройки именно самого Wi-Fi. Заходим в Wireless сразу. Здесь можно поменять язык. Я здесь поигрался сначала с 2,4 ГГц, но потом я его просто отключил и включил 5 ГГц. Значит, здесь я его включил. Ну, я уже переназвал свой роутер. Так, здесь я выбрал самый разгруженный канал. То есть, там, в принципе, небольшая нагрузка везде на 5 ГГц. У меня в доме здесь я поставил 40. Ну, и, в принципе, все. И нажал сохранить. После этого оно зависло через какое-то время. И я просто перегрузил Wi-Fi роутер. И все начало работать. И вот это вот, вот эти показатели стали уже нормальными. Почти максимум на вход 120 обещанных. Ну, на выход, я не знаю, нормально это или не нормально. Мне, конечно, не очень это вдохновляет. Но вот как, как есть. Вот, поэтому желаю вам хорошего, быстрого интернета и успехов в бизнесе. Субтитры сделал DimaTorzok